Восвятая служба информации и телерадио компании «Гомель» у студии Натальи Ихнатенко доброй ранницы. Президент краины Александр Лукашенко подписал указ номер 78 обмерах по повышению эффективности социально-экономичного комплекса у Республицы Беларусь. Обмеркование нового документа было присвечено на рада, на которой проанализованы основные шляхи повышения эффективности экономики. У приватности гэта – забеспечение належной якости управления державными предприемствами, изнижение себекошту продукции, развитие добросумленной конкуренции на внутреннем рынке, рост экспорту и рациональное импортозамещение. Як гэта отбывается на практице, якие предприемства Гомельщины працуются у гэтым накерунку больше удалой перспективно. А так само об новым пагадненне, заключенном фабрикой «Спартак» и ценах на продукты у державным и приватным гандли. Глядите в нашей новой рубрице «Экономичная доведка» с Мариной Северьяновой. Добрый вечер! У эфира новины для тех, кто цікавится станом экономики своего региона. У что-то дневной программе «Экономичная доведка» мы будем делиться актуальной информацией по разных темах. Глядите у выпуску. С чего складается саби кошт продукции, як яго можно знизить и навошно гэта робить, якие предприемства Гомельщины працуют у гэтым накерунку наибольшу дала, доведаемся у специалиста. Чым привабило предприемство «Спартак» представников китайских гандлёвых организаций? Азнайомимся на практице. Как адрознёваются цены на продукты на рыночных прилавках и по лицах магазинов? Параунаем и зробим выводы. Об гэтым подробязно у нашим сёняшнім выпуску. Саби кошт продукции у Беларуси треба знизить на 25%. Такую задачу поставил президент Александр Лукашенко подчас нарады, на якой шла говорка об мерах по повышении эффективности социально-экономичного комплекса. Керавник державы адзначил, что по ранейшим и приоритетными застаются пытания поляпшения якости товаров и послуг, знижение их саби кошту, стремливание инфляции и сбалансованности бюджету. Основные на керунке працы вядомые давно. Гэта экспорт и рациональное импортозамящение. Что отыщается саби кошту продукции, то во умовах открытости экономик многих краин и свободного руху товара у нас у светным рынку минавито знижение выдатков в творчосте набывая особливую важность. Поляпшение якости и знижение саби кошту непосредно уплывают на конкурента с дольность продукции, финансовый стан предприемств и их платежа с дольность. Складается саби кошт с материальных расходов, грошей для налечения зарплаты работникам, выдатка на социальные потребы, а так само на амортизацию. Снижение саби кошту продукции вплывая на сменшение его кончатковой цены. Гэта необходима для утримливания рынка взбиту и поширения экспортной географии, для росту прибытку предприемства альбо организации, для материального захватывания работников, а так само допамагая скратить махчимую рызуку банкрутства и формировать грошовый фонд для выплаты дивидендов у акционерных товарыствах. Экономичный эффект от мероприемства по снижении саби кошту у миналым годзе на Гомельщине перевысил 2 триллионы рублей. Найбольш паспяхова у гэтым на керунгу працавали Агрокамбинат Паудневы, Мазырский нафтоперепрацовчий завод, Цветлагорск Химволакно, Гомель Аблдарбуд, Мазырский райжил Камгаз. Конкретные шляхи снижения саби кошту у организаций розных галин адрозневаются. Але схемы однотыпные. Гэта выкрыстанья больштанной сыровины, пошук недарогих и эффективных технологий, экономия усіх вида опалевно-энергетичных ресурсов. Продприемство неустаннень пауплываць на знішні факторы, які визначаць величчиню саби кошту. Гэта цены на сыровину, тарифы на палева, ставки падаткаў, природные умовы, а на внутрэнэ цалкам махчыма. Умовна гэта факторы можна падяліць на технічныя і організаційна еканамічныя. Технічске мероприятие – это приобретение нового оборудування, новых технологій. Так, за 2015 год коммунальными предприятиями області реалізовано порядка 30 инвестиционных проектов, более 690 технічских мероприятий, також закуплено і введено в эксплуатацию более 200 единиц оборудування. Технічныя мероприемствы – найбош ефіктивны на керунок зніження саби кошту. Але необходно так само поляпшать організацію вытворчасті і працы. Здараюцца, што предприємства, набывая дорогое обсталявання, а до работы зім персонал не подрихтованы. У такім выпадку коэффіцент в використанні новой техніки отрымливаецца низкі. У выніку, а дача до работы такого обсталявання не покрыває інвестиційні затраты на його куплю. В 2016 году перед областью поставлены напряжённые задачи по выявлению резервов снижения себестоимости. В рамках этой работы на сьогоднішний день разработаны детальные планы мер по снижению затрат более чем по 400 организациям. Определены показатели снижения уровня затрат в качестве ключевых показателей. Наряду с работой по сокращению затратности экономики в области также проводится ряд мер по наращиванию и диверсификации экспорта, по модернизации производств, в том числе за счёт иностранных инвестиций. Сирот предприємства, які зараз активно працюють по знижению себекошту продукції, демонструють добрые финансовые выники и узровень рентабельности, открытое акціонерное товариство «Спартак». Так, летость тут выробили коля 25 млн кг продукции. 85% засталось и на белорусским рынку, остатние отправили на экспорт. Конкурентосдольность продукции подтверждается и тем, что зараз пресмаки под брендом «Спартак» продаются у рамок 25 краин свету. Конкурентоспособность нашей продукции мы формируем, прежде всего, исходя из тех затрат, которые мы на предприятии имеем. Мы сегодня с этими затратами работаем в рамках поручений правительства и нашего областполкома по их снижению на уровне не менее 25% по 2016 году. Для этого, в принципе, мы сегодня видим те направления, с которыми необходимо работать, с теми статьями затрат, которые мы на предприятии ежемесячно контролируем и по которым проводим соответствующие мероприятия по их снижению со всеми службами. Прежде всего, это мероприятия, связанные по оптимальному ценообразованию при закупке сырья, которые у нас на предприятии поступают в достаточном количестве. Второе – это снижение непосредственно потребляемых тех топливно-энергетических ресурсов, которые на предприятии используются. Третье направление – это продолжение модернизации предприятия и ввод в действие новых, более эффективных линий, которые сегодня нам дадут большую производительность труда при меньших затратах, в том числе и на обслуживание этих линий, потому что сегодня наша фабрика достаточно является трудоемким предприятием, требующим большого количества занятых людей для производства продукции по всем направлениям. Мы сегодня работаем с тем, чтобы меньше зависеть от кредитных ресурсов банков, и с этой целью мы снижаем свой кредитный портфель практически до минимума, таким образом настраивая работу с нашими покупателями, чтобы оборачиваемость нашего товара была сегодня выше, чем она у наших конкурентов на сегодняшний день существует. Таким образом, мы сегодня будем получать достаточно денежные средства, наш финансовый поток нам позволит быть независим от кредитных ресурсов и работать за счет собственных оборудованных средств. Зараси родновых партнёру и Китайская Народная Республика. Погаднение об супрацовнецтве с провинцией Цянзу подписано на гэтым тыднем. У середине Саковика туда отправится первая парта солодкой продукции у Гомельского предприемства. Кале 150 наимене цукерок, пятошень и вафля, а гэта каля 10-15 тонн, трапец у китайские акрамы на початку мая. Для Гомельского предприемства гэта не только поширение географии продажу, а лей стабильные выгодные умовы гандлю. Со 100% передоплатой и разликом не в долларах, а в юанях. Кдарыш и Спартак станет первым с беларуских харшовых предприемств, якое будет примать оплату у гэтой валюте. Провинция достаточно большая, провинция достаточно богатая, поэтому нам есть что им предложить из всего многообразия того ассортимента, который на предприятии выпускается. На сегодняшний день Китай для нас очень интересный рынок, потому что мы представляем его емкость, мы представляем его достаточно неплохую платежеспособность и тот весь ассортимент, который на предприятии вырабатывается, он сегодня достаточно хорошо продается другими производителями и российскими, и украинскими, и европейскими, и американскими на этом рынке. Дарэш, ситуацию с узровнём зарплаты на предприемстве так само отрымливается контролявать. Летась, в сравнении с 2014 годом, средняя заработная плата на заводе повеличилась прикладно на 8%. Это добрый покашек, когда уличать, что тут працует свыше 2000 человек. А зараз информация для тех, кто ожидает экономить не только гроши, а и час. Мы наведали гомельский магазин «Росинка» и центральный рынок, ознайомилися с ценами, пораунали их, и зараз докладно ведем, какие продукты и где набыть можно больше танно. Куриную тушку украиней на рынку можно купить по приблизно однольковым коштям от 29 до 33 тысяч за килограмм у «Росинцы» и по 32 на центральном рынку. За куриной галенкой можно смело отправляться у краму. Тут яна прикладна на 10 тысяч тоннейше, чем на рыночных родах. Як и мандарыны, яблоки из белорусских садов, бураки и капуста. Кошт на свяное филе з лопатки на рынку и у краме адрозневается незначна. Каля 70 на рынку и без малого 74 тысячи у краме. На цыбуллю цены приблизно однольковые. Каля 7 тысяч, а капусту, моркву и бульбу больше выгодно купить на рынку. И на ГТМ по кулю 7 у студии працавала Марина Северьянова. Удалих покупок и до встречи у эфиры. Выники социально-экономичного развития Гомеля у минулым годзе вынесли на разгляд 20-й сессии Гомельского городского совета депутатов 27-го скликанья. С правоздачу агучу старшиня Гомельского гарвы Канкама Петр Кирыченко. По водле его слову, практически по усіх показчиках прогнозу летасть была отзначена становчая динамика. За кошты замежных инвестиций у экономику города летасть поступила больше, как 86 миллиардов долларов США. При этом объем импорта ускоротился на 47%. Пэлные поспехи досягнуты и у промысловым комплексе. У минулым годзе пера выканана заданне по росте выручки на одного рабочага. С конвейера усы шло продукции на 42 триллионы рублёв. Параллельно велася активная работа по пошуку новых рынков, ике были б готовые принять гэтую продукцию на своих гандлёвых пляцовках. Так, спис краин-партнёров пополнили Швеция, Славения, Аустралия и Гвинея. Задачы по будавництве жилля выкананы большим на 100%. Рынок жилля застаётся пряоритетным на прамкам работы и в 2016 годе. У пералику задач на ровне с будавництвом стоит и удосконаление объекта у городской инфраструктуры. Основная задача, которая сегодня стоит перед нами, это обеспечить дальнейшее устойчивое развитие экономики. Для этого, безусловно, надо работать над сокращением издержек производства. Надо обратить повышенное внимание на создание новых рабочих мест. Всё это, безусловно, как фундамент, позволит нам устойчиво развивать все отрасли народного хозяйства нашего города в дальнейшем. У Гомельским областным музея военной славы открылась выстава «Лёс и Радзима. Адзіны», присвеченная 10 годзю установы. Экспонаты закранают разные исторические периоды – от грамадянской и Великой Айчинной войны до сучасной белорусской армии. В выставу складаются архивные документы, фотографии, холодная и огнестрельная зброя, военное обмундирование, особистые речи и узнагороды легендарных исторических особ. Например, шинели папаха позднего министра обороны СССР у дельника Великой Айчинной войны маршала Дмитрия Язова. Есть также экспозиция, присвеченная воинам-интернационалистам, которые загинули в Афганистане. Побач материалы, которые рассказывают про эволюцию белорусской армии с советских часов. Предметы музейного значения, которые мы выставили, для того, чтобы действительно показать, что судьба отдельного человека взаимосвязана с судьбой Родины. И на всех этапах люди выполняли, честно, свой долг по ее защите. Поэтому мы их показываем, чтобы подрастающее поколение училось, как защищать Родину. До того же на выставе «Лесы ради Мадины» демонструются кроки развития Гомельского областного музея военной славы и его досягнений. У 2011 года музей стал лауреатом специальной премии президента Республики Беларусь за духовное адраджение. У 2014 на другом национальном форуме музея у Беларуси гомельчане святковали перемогу у номинации «Патриотичное выхование». И в этом же годе установа признана левшим объектом военного туризма у Беларуси. И это далеко не полный спис досягнений у супрацовников музея. Тут с любого ей повагой протягивают пополнять уникальные экспозиции и чекают своих наведывальников. Марк Фармель – беларуский бренд «Белизн» – надень для спорту и отпочинку для всей семьи. У Гомеля открылась новая кропка продажу гэтага беларускага трикотажу. Теперь же хары города смогут купить надень от Марк Фармель по улице Яфремова, 5. Подрабязности у наступным материале. Основанная более 20 лет назад в самом сердце Европы, сегодня компания Марк Фармель занимает лидирующие позиции на национальном рынке. Это одежда для работы, спорта, сна и отдыха. Коллекции представлены мужской и женской линейками, а также одеждой для самых маленьких. С этой маркой магазина мы уже знакомы. Покупали и носочки, и колготки, и нижнее белье. Себе мы покупали. Вот сегодня решила племяшке подарить такой джемпирог. Вы знаете, по качеству очень хорошее. При стирке не садится. Нашла все, что хотела. И цена хорошая, и качество. Магазины Марк Фармель я посещаю не первый раз. Я в магазине Марк Фармель был еще не только в городе Гомеле, поэтому знаю о качестве Марк Фармеля, ну как бы не понаслышке сам носил эти вещи. Сейчас в магазине представлена весенняя коллекция. Дизайнерские решения отвечают современным тенденциям. Интересные принты, сочные цвета, классические креативные фасоны. При этом цены на белорусскую одежду весьма приемлемы. Например, платье можно купить всего за 300 тысяч. Женская майка обойдется в 150, а мужская в 120. Кстати, заказать вещи можно в интернете. Их доставят в открывшийся магазин, где вы скорее сможете забрать желанную обновку. У нас достаточно молодой коллектив. Девочки окажут максимальное внимание каждому покупателю. Сориентируют по размерным рядам, по ценам. Помогут подобрать любую одежду на любой случай. Белье и одежда Марк Фармель – это возможность радовать, удивлять и получать удовольствие от покупок. Теперь и на улице Ефремова, 5, в Гомеле. Выбирая Марк Фармель, вы выбираете свободы настроения и неограниченные возможности для самовыражения. Катерина Сапельникова, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель». И на этом наш ранешний выпуск завершен. У студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жидаем вам плённого дня. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова